На роль харизматичного образа для подражания армянской интеллигенции и молодежи, способного в качестве идеала устроить все политические элиты внутри самой Армении и ветви диаспоры за ее пределами, за последнюю четверть века выдвигались самые разные персонажи новой и новейшей истории этой страны. Сразу после окончания Карабахской войны в этом качестве долгое время раскручивалось имя международного террориста Монте Мелканяна, второго человека в транснациональной армянской террористической группировке Асала. С ее боевиками он в 1989 году прибыл в Армению, чтобы начать войну в Нагорном Карабахе за создание на Южном Кавкаде второго независимого армянского государства в соответствии с заветами Гарегина Нжде. Кстати, в России армянской диаспорой Монте Мелканян до сих пор позиционируется как главный национальный герой Армении современности, пишет известный российский историк Олег Кузнецов. Однако, по той или иной причине, в сознании большинства армянской общественности и в первую очередь в самой Армении, Мелканян и другие претенденты на роль главного национального героя не закрепились. В итоге, в данном качестве официальный Ереван решил провозгласить Гарегина Нжде. Обусловлено это было борьбой за власть внутри самой Армении, а не идеологическими резонами. В 2000 году в Армении шла ожесточенная внутриполитическая борьба между сторонниками первого президента страны Ливона Терпетросяна и отстранившего его от власти второго президента страны Роберта Кочаряна. После теракта в здании парламента Армении 29 октября 1999 года президент Терпетросян окончательно лишился влияния на внутриполитические процессы в Армении, а армяно-азербайджанские переговоры были свернуты. Военная хунта полевых командиров незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, состоявшая в большинстве своем из уроженцев Азербайджанской республики советского времени, более известная в русскоязычной прессе под названием «Карабахского клана» ради объяснения и легитимизации узурпации имя власти в Ерване объявила оккупированные азербайджанские территории частью Армении. Чтобы поднять свой авторитет в самой Армении, новая власть решила героизировать Гаригина Нжде, поскольку он в апреле 1921 года провозгласил создание республики Горная Армения, по сути, второго армянского государства на Южном Кавказе, чем заложил основы современных претензий армянских националистов на оккупированные земли Азербайджана. Этот шаг также должен был объяснить коренным жителям Армении, ереванским армянам, почему пришедшие из Азербайджана и захватившие власть в стране карабахские армяне имеют моральное право управлять ими. Сейчас вся жизнь современной Армении подчинена идее оккупации Нагорного Карабаха, для чего задействованы все ресурсы страны. Экс-президент Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, являющиеся по своему происхождению карабахскими армянами, результаты финансовых преференций от исполнения своих властных полномочий выводили в Россию, создавая на ее территории свои частные компании и корпорации, фактически ведя по отношению к Армении, стране которой они управляли, компрадорскую и даже колониальную политику. А чтобы население Армении не сопротивлялось их компрадорской деятельности, на пьедестал была вознесена личность Карегина Нжде, якобы основателя армянского государства в Нагорном Карабахе, чтобы в Ереване больше ни у кого не возникал вопрос о том, кто в стране хозяин – карабахские или все-таки ереванские Армении. Любое несогласие гражданского общества Армении с таким положением дел всегда жестоко подавлялось силой оружия, как это произошло, например, 1-2 марта 2008 года. Масштабы процесса героизации нацистского преступника Нжде в современной Армении поистине впечатляют и сравнимы с культом личности Ленина в СССР. Одним памятником Нжде в Ереване он не ограничивается. Есть также памятники в городах Кюмри и Кафан. Его именем названы объекты городской инфраструктуры. Поэтому героизация личности нацистов Нжде в Армении – это не совокупность разрозненных фактов, как об этом пытается сегодня говорить МИД России, а систематическая государственная политика, проводившаяся в этой стране на протяжении последних 20 лет. О ее государственном характере свидетельствует наличие медали имени Нжде для награждения армянских военнослужащих, памятные монеты, выпущенные Центральным банком Армении, почтовые марки, выпущенные Министерством транспорта и связи Армении и еще многое другое. Особую пикантность всему этому придает тот факт, что в Армении политические элиты прекрасно знают, что Нжде был нацистским преступником. В архиве Службы нацбезопасности Республики Армения хранится следственное дело в отношении Нжде за номером 11278, состоящее из шести томов, в котором сосредоточены материалы, в том числе и о его службе Третьему Рейху. Поэтому, когда из Еревана раздаются голоса, что Нжде – национальный герой, а не нацистский преступник, то об их лживости знают в первую очередь сами армянские политики. Но, несмотря на факты, они самозабвенно врут себе и всему остальному миру. Героизация в Армении нацистского преступника Нжде произошла и при молчаливом попустительстве МИД России, которая демонстративно последние годы игнорировала информацию Минобороны и ФСБ России, а Нжде, которую оба этих российских ведомства публиковали в своих официальных научных изданиях. Например, в 2013 году в шестом томе 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», изданной под грифом Минобороны России, указывалось, что Нжде был вербовщиком диверсантов-террористов для Абвера и СД. Находящиеся в настоящее время в свободном доступе документы советских спецслужб со всей убедительностью позволяют говорить, что Нжде с 1943 года разыскивался ими как нацистский преступник, а не как деятель армянского национально-освободительного движения. Но в МИД России до этого никому не было и нет дела, и только в этом году там с оговорками «сквозь зубы» признали очевидные. Последнее заявление Никола Пашиняна на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде в очередной раз со всей очевидностью показало, что Армения, несмотря на смену политического режима, по-прежнему остается страной победившего нацизма. Гнобя под следствием своих политических предшественников, создавших культ личности Нжде в Армении, нынешний глава этой страны от них на ментальном или идеологическом уровне ничем не отличается. Поэтому изменить государственную идеологию этой страны и ментальность ее населения без внешней принудительной насильственной денатификации, то есть очищения от нацистской идеологии, невозможно. И сделать это необходимо. Благо, исторический опыт для этого на примере денатификации Германии в 1945-55 годах уже имеется. Редактор субтитров А.Семкин